МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка предпринимателей выходит на первый план. Как в республике стимулируют бизнес-инициативы на селе? Узнаем прямо сейчас. Эта ферма для коров все равно, что элитный таунхаус для человека. Вентиляционная система, климат-контроль, автоматизированные кормораздатчики. Современный животномоческий комплекс в агрофирме «Исток» вели в строй два года назад. Рядом возводят такой же на 200 коров. В ближайшее время в хозяйстве намерены увеличить фразы поголовья КРС. Сельское хозяйство, я считаю, всегда было прибыльным. Потому что если работать, соблюдая всю технологию, получать высокие урожаи, то сельское хозяйство всегда прибыльное. В агрофирме завершаются уборочные работы. Урожай этого года радует. С одного гектара удается собрать более 40 центнеров. Поспевает и свекла. Каждый год ее реализуют на сахарные заводы Ульяновска и Саранска. Продавать пшеницу у аграрии пока не торопятся. Приемлемые цены на рынке должны сформироваться только в декабре. Чтобы не уйти в долги перед поставщиками и начать сеять озимые культуры, было необходимо взять многомиллионный заим. В региональном АПМБ крупный кредит предоставили под выгодные проценты. Это очень большая, существенная помощь. Это, как бы сказать, даже палочка-выручалочка. Мы уже средства направляем на закупку ГСМ, на закупку удобрений. Вообще, говорят аграрии, развивать свое дело без кредитов было бы сложно. На большой урожай гарантированную прибыль каждый год надеяться не стоит. Чувашия находится в зоне рискованного земледелия. Но все же в этом году, несмотря на капризы погоды, пожинают хорошие плоды. По сравнению с прошлым 2016 годом урожай, конечно, намного выше идет. Вот сегодня мы стоим на этом поле, здесь урожай идет 46-47 центнеров с одного гектара. В хозяйстве Батревская тоже подсчитывают прибыль. Урожай второго хлеба сортируют при помощи специального комплекса. Переработать такие объемы вручную нереально. В этом году в агрофирме собрали сотни тонн картофеля. Всего общая площадь картофеля у нас 300 гектаров. На сегодняшний день убрано 110 гектаров. Урожайность тоже по сравнению с прошлым годом получше. В среднем на уровне 250 центнеров с гектара на сегодняшний день. Для нашего предприятия основные, вот наш руководитель Елаков Петр Валерьевич, он обозначил и придерживается трех основных китов, скажем так, в нашей деятельности. Это молоко, картофель и зерновые. И они вот по, если структуру выручки и даже брать, вот примерно 40% молоко, наверное, 40% картофель и 20% зерновые. Но зерновые они нужны в любом случае, потому что это и корм скоту и так далее. У ангаров выстраивается целая очередь машин. Отсюда картофель отправляют во многие регионы страны. 95% урожая картофеля продаем вне Чувашии. Это в основном Ульяновская область, Саратовская область, Самарская область, Самара. Ну и дальше там Дагестан вплоть, были и Карачаево, Черкесии покупатели, Казахстан. Наша продукция идет в основном в эти области. Наш картофель, он достаточно качественный, во-первых, без болезней. Со слов клиентов и хранится достаточно хорошо. Объем продаж молока в прошлом году вырос более чем на 200 тонн. Прибавка по выручке это там практически в районе 6-7 миллионов, только за счет повышения продуктивности. За микрокредитами от правительства хозяйство обращалось неоднократно. Займы направляли на покупку техники, автомобиля и племенного скота. Аграрии говорят, что такой поддержки от банков не получишь. Спрос на микрофинансы для бизнеса растет. Батаревский филиал АПМБ начал работать в прошлом году. За это время сюда поступило порядка 50 заявок. Агентство упрощает порядок. Рассчитать сумму кредита теперь возможно и на официальном сайте. Со временем существования Батаревского филиала АПМБ, нашим филиалам выдано 49 займов на общую сумму 50 миллионов. На сегодняшний день, за 2017 год выдано 20 займов на сумму 25 миллионов рублей. Были построены новые кафе, также приобретены атотранспорты по грузоперевозкам, также были приобретены оборудования по производству. В региональном Минеке отмечают, что именно в Батарево наблюдается высокая предпринимательская активность. Чтобы претворить бизнес-инициативы в реальные дела, в правительстве разработали программу поддержки. Это приоритетное наше направление. И вот если брать за последние 5-6 лет, уже более полутора миллиардов рублей было направлено именно на поддержку предпринимательства у нас в республике. С 2014 года мы уже в качестве приоритетных направлений выбрали модернизацию производства, обновление основных средств, то есть стимулирование развития производства. И вот если посмотреть, за последние полтора года уже более 112 миллионов рублей на эти цели мы выделили, и более 40 получателей господдержки. В республике у нас создана очень разветвленная сеть инфраструктуры поддержки. Это и всевозможные центры прототипирования, сертификации, центры экспортной поддержки, и очень разветвленная сеть бизнес-инкубаторов. Такие меры поддержки принесли ощутимый эффект. Только за последние годы свое дело поставили на поток сотни предпринимателей. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин